Кандидаты на пост керевника Беларуси протягивают агитационную кампанию. У якости доверной особой Александра Лукашенко с встречу с выборщиками Ивацевицкого района правил Анатолий Лис. У обеденный перепынок зала Ивацевицкого дома культуры полная. Выборщики пришли на встречу с доверной особой кандидата у президента Александра Лукашенко. Анатолий Лис начал встречу с передвыборной программой кандидата, спынился на социально-экономичных моментах и политической обстановке. Отзначил три основные стратегичные меты – занятость, экспорт, инвестиции, а так само шляхи развития краины. Сегодня у нас два пути развития нашего государства. Первый – это путь вперед к сохранению стабильности и порядка, свободы и независимости. Это путь единства, согласия, развития, прогресса. Это путь в мире заседания. И второй путь – путь назад. Этот путь к 90-м, к хаосу, к дележу собственности, к ослаблению государства, к потере независимости. Анатолий Лис подробязно спынился на пытаниях будауництва, подтримки шмадетных семью, размеркования бюджетных сродков. На здравоохранение в этом году в бюджете области заложено 5,5 триллионов рублей. Это 30% всего бюджета области. И на здравоохранение 4,4 триллиона рублей. Это 24,7%. То есть практически 55% – это только на образовании здравоохранения. Плюс еще культура, спорт. В итоге 60% бюджета нашего уходит на социальную сферу. Задавали выборщики и свои пытания у основным, я не тычилися социального боку громадского життя. Так, например, джигары Ивацевича учакают заканчения будауництва нового стадиона. Стары знаходятся у промысловой зоне. Дети на тренировки добираются про щегунку. Умовы далекие от сучасных. Але не глядячи на это, есть выники. Два кандидаты на удел у олимпийских гульнях. Конечно, хотелось бы ускорить этот процесс по строительству стадиона. Может быть, есть возможность помочь области. Посмотреть на эту проблему, что там необходимо, какие там проекты, сколько там средств надо, конечно, его будем заканчивать. Я не гарантирую, что это в следующем году все закончится. Тем более, если там суммы такие, как вы говорите, 15 миллиардов рублей, то надо будет смотреть. Но этот объект оставлять не будем. Задавались и иншие пытания, диалог протягивался до конца обеденного перепынку, который в этот день оказался, как неколи, информативным. Зал был полон. Это уже о многом говорит. И на сегодняшний день то, что озвучил доверенное лицо кандидата в президенты, Александр Георгиевич, говорит о том, что сделано много, а предстоит еще больше сделать. И, в принципе, то, что сделано и то, что впереди надо делать, а цели ясны. Вот, понятно, что делать. Остается только работать, достигать намеченных задач, чтобы народ жил лучше, то есть благосостояние получалось. И это в наших силах. У нас социально ориентировано государство. Я, как представитель здравоохранения, с уверенностью могу сказать, что для здравоохранения программа действительно направленная в том числе на развитие нашей отрасли и на то, чтобы человек в нашей стране был действительно социально защищен. А это главное. И более того, не надо каких-то больших обещаний, потому что сегодня мы реалисты. Каждый человек, ну, он реально ощущает, как ему сегодня живется, как о нем государство заботится. И каждый хочет видеть, что будет в перспективе.